Еще один тип задач, который часто бывает на лингвистической олимпиаде, это задачи на форму образования. В любом языке, где слова не как в китайском или в вьетнамском, когда просто вот корень это слово, слово это корень, корень это слог. И вот так вот набирается из этих кирпичиков все предложение. В языках европейских нам привычных обычно бывает не так. Обычно слова как-то меняют форму. От них образуются какие-нибудь слова. Например, от существительных могут образовываться уменьшительные слова. Например, существительные могут изменяться по числам или изменяться по падежам. Прилагательные могут изменяться по родам. Глаголы могут изменяться по временам. Таких языков очень много, не только у нас. Их много и среди австралийских языков, и среди африканских языков, и среди индейских языков Америки. И в Азии таких языков тоже полно, где что-нибудь меняется. И правила того, как это происходит, они иногда бывают довольно хитрыми. Вот давайте посмотрим на латинские существительные и их уменьшительные формы. Задача на образование формы. Какие есть возможные варианты образования уменьшительной формы? Видите, она немножко по-разному от разных слов образуется. Какие есть варианты? Или, скажем так, что выдерживается всегда, вот у всех прямо формы, а что меняется? У всех форм так или иначе появится буква Л, ну и звук Л, соответственно. Сохраняется окончание. Сохраняется окончание. Да, вот смотрите, там написано, что А, Ун и Ус – это окончание именительного падежа. И окончание сохраняется. Между прочим, в этом плане латынь страшно похожа на русский. Вот давайте от каких-нибудь русских слов образуем уменьшительные. Ну, например, вот, там, не знаю, книга маленькая, облако маленькое, стол маленький, дом маленький, тетрадь маленькая. Видите, род сохраняется всегда. Окончание не всегда, потому что женский род бывает и третьего склонения, но род сохраняется всегда. В латыни то же самое. Род сохраняется всегда. И поскольку тут взяты слова первого, господи, да, первого и второго склонения, то, соответственно, они сохраняют не только род, но и прямо то же самое, окончание. Вот что будет разным? Суффиксы. Да, разным будут суффиксы. Какие у нас бывают варианты суффиксов? Ин. Вариант? Ин. У. Ир, суффикс? Какому? Асиус. 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 Нет, асиус – это вот само по себе слово, оно такое вот асиус. А когда мы с ним делаем уменьшительное, то тогда с ним что-то происходит. На «я» заменяется. Е – это… Да. Вот бывает, бывает, что что-то заменяется на «е» уловки. Вот такой вариант уменьшительного суффикса, он не сам по себе, а что-то там заменяется на «а». Что заменяется, мы еще посмотрим и установим, потому что нам это понадобится. Какие еще бывают варианты? Ну вот, ум заменяется на «у» или «у». Нет, подождите. «ум» и «уз» – это окончание. Поэтому, когда мы берем слово «опид», то мы берем «опид» – основу и добавляем к ней уменьшительное. Да, добавляем уменьшительное. Только, пожалуй, я напишу не так, а напишу вот так. Сейчас скажу почему. И дальше, после этого «у» ставится окончание «у», потому что «опиду» кончалось на «у». Это было слово среднего рода. «Рапун», «рапун», «самун», «самун». То же самое. Еще добавляется «о», если окончательный гласный. Да, еще бывает, добавляется «у». В каком случае добавляется «у»? «басиум», 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 и «труа», «труаум», и «фасция», «фасиум». Да. Все поняли, чем эти слова отвечаются от всех прочих? Или не все? Значит, смотрите. У нас есть «басиум», ну и не будут дописывать с окончания, потому что не в нем дело. «труа». И что там еще «фасция», «фасция», ну это повязка, связка, пучок, соответственно, например, прутьев. И да, вот фашины те самые, они вот от слова «фаския» в более позднем произношении «фасция». Ну, по-итальянски «фаша» получается и, соответственно, «фашинская глотка» от этого корня. Значит, кто у нас принимает суффикс «уль»? Видите, сапог «калига» и сапожок «калигула». Видите, во втором столице, да? И теперь вы знаете, почему римского императора так назвали. Что означало его имя. Что там у нас еще бывает? Еще у нас бывает раку. Но опять же, окончание дописывать не будем. А что у нас принимает суффикс «эй» с заменой чего-то там? Да, вот у нас был азинус, и вот это «ин» исчезло. Что еще? Табула. От этой самой «табулы», которая «доска», идут все слова типа «тейбл» или «табло». И опять же «р» убирается. Еще что-нибудь есть такое? «Фискина». «Фискина». «Ин» тоже убирается. Из тех, что дано, у нас больше такого нет. Давайте посмотрим, в чем же различие между одним способом, другим и третьим. В третьем и только в третьем столбце у нас основа заканчивается на гласном. Видите? Здесь «и», здесь «у», здесь тоже «и». Ни в одном из первых двух столбцов такого нет посмотреть. А чем отличается первый столбец от второго? Я применила самый главный хитрый прием, который, да, можно назвать условно-корреляционный анализ. Или, по-простому, расписать на два столбца. В данном случае на три. Если у вас есть в изучаемом вами явлении два возможных варианта, или три возможных варианта, как здесь, и вы не знаете, от чего зависит выбор, один вариант или другой, вы расписываете на два столбца. Итак, первый вариант выбирается в случаях таких-сяких и этаких, второй вариант выбирается тогда-то, тогда-то, тогда-то. И потом смотрите на эти два списка и думаете, а чем у нас первый список противопоставлен в втором для того, что выбирается вариант 1 или вариант 2. И оказывается, что что-нибудь у нас находится. Вот в данном случае у нас нашлось, что кончается на гласном. Да? А вот что у нас найдется в данном случае? Чем отличаются? Вот эти слова. Кто-нибудь еще может дать формулировку? Чем отличаются вот эти слова от вот этих слов? Если одна гласная, то выпадения никакого не будет. Вот замена на «и» случается только с теми основами, где есть хотя бы две гласных. Видно? Но не всегда. Вот у нас бывают основы, где гласные две, а никакой замены нет. В чем разница? Возьмите приставка. Что гласные? Нет, «и» и не влияет. И у нас и здесь бывают. Бывают исключения. А? Бывают исключения. Исключения. Если бы было исключение, то было бы так и написано, что два слова являются исключениями, найдите их. Исключения обычно в задачи не вставляются. Именно потому, что на таком маленьком материале невозможно судить о том, что это исключение, а не какой-то еще кусок правила. Ну или прямо честно пишут, что среди приведенных задачи слов есть одно слово-исключение, и вы его, пожалуйста, найдите. Так тоже бывает. Но в данном случае исключения нет. Просто правило немножко более хитрое. Нету пути. Не просто тупо-гласное, а согласное. Может, ударение? А ударение мы знаем? Не, ну, кариба, ведь, известно. Так и табуля известна. Табуля-раза, да, чистая доска. Первая часть, и там, на первой слоте, и там, может быть, у второго. Это калига и опиду. Тут везде краткий гласный, во втором слоге, соответственно, ударение на третьем от конца. Итак, чем же отличаются опид и калиг от асин, табуль, тесер и пискин? На разные согласные заканчиваются. На разные согласные заканчиваются. А вы можете охарактеризовать каким-нибудь одним общим словом, либо вот эти согласные, либо вот эти согласные? Глухие звонки? Ну, я бы не знаю. Вот те, которые во втором столбике, там согласный, вот этот очень короткий звук, который продолжается, вообще не может быть продолженным. А в первом столбике там звук может быть продолженным. Да. И это очень хорошее наблюдение. Это различие между согласными взрывными и согласными сонорными. Взрывные согласные, они вот как шарик лопан. Так вот раз, и все закончилось. Г, и все. Вот протянуть Г подольше не получится. Б, Д, тоже они вот так раз, и все. И на этом закончилось. Там же П, или Т, или К не протянешь. А вот эти согласные можно не только тянуть, но даже петь. Если вы когда-нибудь слушали Высоцкого, слушал кто-нибудь когда-нибудь Высоцкого? Вот кто слушал, наверняка замечает, что он любит некоторые согласные протягивать. И поет. Наматываю мили на кардан, и еду параллельно проводам. Вот растягивая согласные. Вот эти согласные можно растягивать, их можно даже петь. Они называются сонорными. Или можно их назвать звонкие непарные. У этих пара есть, у Д пара Т, у Д, у Г пара К, а у этих глухой пары нет. Ну, почти никто не сумел завести себе глухие сонорные. Хотя отдельные кельты сумели. Но здесь действительно ситуация такая, что звонкие непарные, они же сонорные. Они же, боющиеся, дают вот такой эффект, а звонкие взрывные дают вот такой эффект, никуда не исчезают. Хорошо. Вот теперь мы это знаем, и можем заполнять пропуски. Ангулюс, угол, во что превратится? Ангулюс. Первый столбик, наверное, очень маленький. В какой столбик попадет ангулюс? В этот, в этот или в этот? В первый. В первый, да, как там угол. И, соответственно, получится уголок ангеллюс. Пила, шар. Куда попадет? Во вторую. Во вторую, потому что всего один слой. И как будет шарик? Пила. Пилюля. Вот. Да, но мы больше привыкли видеть это слово с ударением на втором слуге. Пилюля. То есть пилюля – это буквально шарик, маленький шарик. Рота. Рот. Да, ротуля. Да, ротуля – это колесико. Филиус. Третий. Ну, третий – филиолус. Филиолус. Да, там будет суффикс ул. Линтеол. Линтеол. Линтеолю. Тоже суффикс ул, потому что линте – это основа кончается на гласном. Как кабус. Как кабус. Кастрюля. Там сначала было апелло и томатное. А вот сначала давайте заполним уменьшительное, а потом разберемся. Как кабус. Как будет кастрюлька. Как кабус. Как кабус. А почему же в первую? Вы можете протянуть В. А. Нет, В не тянется. В имеет глухую пару П. Так что это тот же случай, что отпидом и калина. А как кабус. Что? А как кабус. Так здесь на В кончается основа. А как кабус на В кончается основа. Основа кончается на В, соответственно, будет просто как А-мус и все. Как кабус попадет в этот столбец. Камера. 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 В какой столбец попадет? В камеру. В первый столбец, потому что здесь тоже основа кончается на Р. И что получится? Камера. Камера. Да. А. А. В какой столбец попадет камера? В первый или во второй? В первый. В первый. У нее основа кончается. И Р будет убираться. Соответственно, Р будет убираться. И что получится? Камера. Когда мы научились то, что надо убирать, то давайте разберемся с формами неуменьшительными. Ну, давайте, если у нас была туникула, то как будет исходная форма неуменьшительная? В чем? В. 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 Если мы видим суффикс «эй», то значит, что-то выпало. Правда же? И нам предстоит узнать, что? Что выпало в слове «женщина»? Да. А как это объяснить? А почему женщина должна быть по аналогии с корзиной? В каком языке женский род? И в русском, и в латинском. Ну, мало ли слов женского рода. Слова женского рода в утро, а ковшик тоже женского рода, а одна красавица у него другой. Что же было в латинском слове «женщина»? Почему? В русском языке довольно много заимствований из латыни. Некоторые из них вы уже видели, как, например, слово «тумик». И слово «феминизм» тоже имеет латинское происхождение. Феминизация, феминистки. Какая основа должна быть у этой самой латинской женщины? Феминизм. Феминизм. Подходит «ин» для того, чтобы его заменить на «эй»? Да, подходит. Вот, пожалуйста, ответ. А «ен» почему не подходит? А если бы был «ен», то у нас был бы феминизм. И что? Не слышно разницы? Пишется все-таки. У нас все-таки страна поголовной грамотности хотя бы в аспекте фотографии. Хотя бы в аспекте, что нас все учат писать. И мы привыкаем к тому, что слова латинские заимствованы через книжные источники. То есть мы пишем «феминизм», потому что так было написано в том нерусском источнике, из которого мы это слово взяли. Они писали «феминизм», «фе», но «ми». И мы пишем «феминизм». Хотя, если бы мы его написали «феминизм» или «феминизм» или «феминизм», прочитали бы все равно абсолютно так же. Но мы пишем так, как привыкли видеть в иностранном источнике. А в иностранном источнике мы привыкли видеть так, потому что в латыни это было слово «фемина». Хорошо. «Опера». Что это было изначально? Нет. То же самое, но с «фемина». Ну, есть какие-нибудь идеи? Да, я вижу, что у вас есть идея. А еще у кого-нибудь есть идеи? «Опера» — это как бы творение, в принципе. Да. Надо вспомнить слово «опера», как вы, собственно, и сделали. Изделия, сочинения, в том числе сочинения. Вот так иногда русский язык помогает решать задачки на иностранном. Потому что в русском языке бывает много заимствий. И, в принципе, от вас могут ожидать, что вы знаете слова типа «опера». Shu Picasso «опера» — вы это аминалитурная работа. сы и телевизорная работа. Продолжение следует...